26-го полка 2-го батальона 6-й роты и прикомандированные военнослужащие, такие как я, рядовой радиотелеграфист отдельного взвода связи по совместительству оператора БПЛА. Просим министра обороны Сергея Шойгу разобраться с происходящим беспределом в населенном пункте Крынки по отношению к нам. Мы находимся здесь со 2 августа 2023 года. Сейчас 20 января 2024 года. За эти без малого 7 месяцев не было ни одного выходного, ни одной ротации. Со 2 августа мы находимся под постоянным артобстрелом из всех калибров с применением кассетных боеприпасов и фосфорных бомб. В небе куча вражеских дронов, обычных разведчиков, дронов со сбросами и камикадзе. 14 октября, когда хохлы прорвались на наш берег, артобстрелы и давление дронами усилились в разы. Многие наши братья по оружию покинули населенный пункт Крынки в числе трехсотых, а кому не повезло двухсотых. Многие раненые из-за долгой эвакуации умирали. Мы не бросаем позиций, но моральная усталость растет с каждым днем. Однако наше командование не проводит ротацию людей, не отпускает нас в заслуженные отпуска, не обеспечивает нас зимним обмундированием. Генераторы покупают ценами за свои деньги. Продукты и бензин привозят в минимальном объеме. Из-за этого приходится идти в магазин, который находится за 7,5 километров от нашего места дислокации. Дорога в магазин пристрелена хохлами. И некоторые из нас умирают по пути из магазина. Нас не обеспечивают бутилированной водой. Зимой также встала банальная проблема с баней. По поводу выплат денежного удовольствия очень много вопросов. Никому из нас не выплатили боевые за декабрь. Также не выплачивается суточное за участие в активных боевых действиях. Многие из нас получают зарплаты за штатных военнослужащих, находясь в крынках. Просим министра обороны Сергея Шойгу принять меры в отношении происходящего беспредела и несправедливости на нашем участке фронта. И не оставить без внимания вопиющее нарушение прав военнослужащих. Спасибо.